Экспресс-шоу пятнашки на Радио Дача Здравствуйте! Спасибо, Илья, за такие добрые слова Спасибо, что пригласили Пожалуйста, очень рад видеть у нас в гостях У Экспресс-шоу пятнашки есть правила Давайте их послушаем Да Участнику необходимо ответить на пятнадцать вопросов, сложность которых постоянно увеличивается Один раз за шоу можно воспользоваться заменой вопроса Также в специальном раунде мы проверим интуицию гостя Ему предстоит угадать номер вопроса, который задал человек, имеющий к участнику непосредственное отношение Вопрос номер один Каким было детство юной Зары? Счастливым А если ответить на него более подробно? Ну, складывается впечатление, что вы всегда счастливая, легкая, такая необычная, приятная, ласковая Илья, спасибо за такие эпитеты Я родилась в семье, где любящие родители У меня потрясающий брат Я вообще росла в атмосфере любви Безусловно, в детстве бывали и сложности, и сложности взаимоотношений с одноклассниками Но дома я была всегда окутана таким уютом, пониманием Мне всегда могли помочь мои родители во всем советом То есть в целом я помню только хорошее У меня вообще так создана моя психика, что я забываю плохое и помню только хорошее Поэтому я помню своих потрясающих педагогов, учителей, директора школы Который я безумно люблю, Майя Борисовна Пильдес С которым мы только вчера, кстати, общались Я делилась успехами своих сыновей и сложностями в обучении У них тоже бывают сложности Вообще, я сейчас в школьные годы заново переживаю вместе с детьми, с сыновьями Поэтому мое детство было счастливым Ну, раз уж вы вспомнили о педагогах Школа с серебряной медалью, музыкальная С отличием, попрошу Музыкальная школа с красным дипломом Это потому, что было внутреннее желание? Это потому, что заставляли родители? Или это потому, что были такие педагоги? Потому что я перфекционистка С одной стороны, это действительно хорошие результаты А с другой стороны, это постоянное самоедство Я очень часто с собой недовольна Я всегда стремлюсь к какому-то идеалу во всем, во всех направлениях В этом есть и плюсы, и минусы Вопрос номер два Кто был инициатором покорения музыкальных вершин? Вы сами, родители или педагоги? Обстоятельства То есть я пела с самого раннего детства Но мои родители, они достаточно критично ко мне относились И ко всему, что вообще происходит И они думали, что ну поет Ну и хорошо, да, попадает в ноту Ну кто сейчас не поет? Но когда уже профессионалы в музыкальной школе В секции художественной гимнастики Потому что я занималась гимнастикой Они говорят, она поет, она хорошо поет Нет, вы не забирайте ее с гимнастики Но параллельно обязательно вы должны отдать ее в музыкальную школу Потому что она каждый раз после уроков говорит А теперь тренировок, а теперь я спою И помню, они так настояли Мы в середине года пришли в музыкальную школу поступать Они меня взяли сразу в первый класс без подготовительного И я стала учиться по классу фортепиано Дальше последовали различные конкурсы Там уже в жюри был Андрей Павлович Петров Великий наш композитор Многие петербургские деятели культуры И вновь не бросайте, развивайте Ну и потом моим самым большим поклонником стал мой папа И это было начало всему Он меня во всем поддерживал И вот как-то удивительно Обычно родители формируют будущее своего ребенка А здесь я шла, и они меня поддерживали И я безумно благодарна им за это В 14 лет вы стали финалисткой телевизионного конкурса «Утренняя звезда» В 14, в 12 или в 13, да Совсем юные девушки Да, вот какие воспоминания есть какие-то яркие об этом моменте? Ну представляете, на тот момент это был единственный конкурс Всероссийский, республиканский, международный телевизионный конкурс «Утренняя звезда» легендарный То есть сейчас у нас «Голос», «Фабрика звезд», «Народный артист» Не знаю, там очень много проектов А тогда только «Утренняя звезда» И наш дорогой Юрий Николаев Который, мне казалось, уже член семьи Вообще, член семьи для всех телезрителей И вот отправили мою запись Я в 12 лет выпустила свой первый альбом Отправили и меня пригласили Я поехал я, мама, папа, мой брат и Ромка Мне 12 лет, Ромочке 8 лет Помню, Ромка бегал то к Преснякову, то там к Буйнову Кто еще кому-то собирал автографы А я очень удачно стала выступать И я стала финалисткой И как судьба вообще распорядилась и сложилась Что через много лет, уже даже десятилетия Мы будем дружить с Юрием Николаевым И уже будем сидеть с ним вместе в жюри И оценивать молодых исполнителей Вот так вот Вопрос номер 3 Хотелось бы вам сыграть в спектакле Безусловно, во-первых, у меня театральное Профессиональное образование И, конечно же, у меня были постановки театральные В которых я участвовала В основном они были в годы учебы То есть я была и Настасья Филипповна Я была и Анной Карениной И у нас были музыкальные спектакли И Небесные ласточки И тот спектакль, который выпустил наш курс Голоса ушедшего века Но я хочу сказать, что я недостаточно реализована В этом направлении И, может быть, это все исправится в ближайшее время Но всегда у актеров спрашивают Какую роль они мечтают сыграть Да, вот Зара о чем мечтает, о какой роли? Ну, поскольку я уже девушка взрослая И я очень многое как-то в жизни испытала Я бы, конечно, хотела, чтобы эта роль была И драматическая, и комедийная Чтобы я была живая И если есть возможность там еще спеть Может, это будет мюзикл Это было бы вообще превосходно Ну, я надеюсь, ваш продюсер услышит намек Такой тонкий И обязательно все сделает Учитывая, что я сама себе продюсер И у меня просто есть классная команда Я вообще верю в случай И вот если случится, значит, так тому и быть Вот будем ждать тот самый счастливый случай Вопрос номер четыре Можно ли сказать, что свою новую песню «Безумная» Да Вы исполнили в том числе и про себя? Безусловно Я исполняю только те песни, которые мне близки Которые я чувствую Которые пропускаю через свое сердце Иначе не будет органичного исполнения А публика сейчас очень взыскательная Артистов много, песен много И они тонко чувствуют фальшь Поэтому я этой работой горжусь Вопрос номер пять Сложно ли вам пришлось на «Фабрике звезд» Или это очередной конкурс, который принес очередную победу? Я бы сказала, этот проект Это не конкурс, это проект И он был переломным в моей творческой жизни Это был большой стресс Я могу сказать, что я поступала, ну пробовалась на две фабрики Первая была Алла Борисовна Меня не взяли из-за того, что я очень стеснительная и интеллигентная Так выразилась сама Алла Борисовна Говорит, ты такая интеллигентная, как моя Кристиночка Это не для тебя проект Но на следующий проект меня пригласил сам Виктор Тробыш Продюсер проекта И вот я приехала на все эти прослушивания И меня взяли Взяли, их ничего не испугало И завершился он успешно Я, во-первых, после этого проекта переехала в Москву Я познакомилась со многими режиссерами Я заключила контракт с продюсерским центром То есть это было начало такой всероссийской популярности А сейчас поддерживаете отношения с Виктором Яковлевичем? Безусловно, только вчера вот созванивались, да Есть ли какие-то планы с ним сделать какую-то, как модно нынче говорить, коллаборацию? Ну, на самом деле, я ему благодарна Он написал много для меня прекрасных песен В какой-то момент из-за огромного количества у него артистов Наши пути разошлись Потому что мы все артисты очень ревнивые И когда кто-то кому-то уделяет больше времени А ты себя чувствуешь обделенным Это, конечно, так, не очень приятно Но мы очень дружим Во-первых, мы За подробности, прошу прощения С его прекрасной супругой Татьяной Рожали в соседних палатах То есть она на сутки раньше родила Лидочку, а я Даньку на сутки позже Помню, когда она, все-таки, Лидочка появилась на свет Это было 6 мая Я так переживала Ну, когда же мой сын родится? И вот на следующий день И вот так вот мы друг к другу в гости ходили В соседнюю палату Да, да, соседнюю И сейчас Лидочка уже такая красивая девушка Оформившаяся уже даже 11 лет И она получает хореографическое образование в Санкт-Петербурге А Данька тоже уже такой классный парень Он учится в школе, изучает язык и занимается спортом И вот как раз об этом мы вчера разговаривали с Виктором Яковлевичем Но я мне поделился с секретами, что он очень увлечен рок-музыкой сейчас Он делает рок-фестивали Поэтому боюсь, что, возможно, каких-то коллабораций в ближайшее время не будет Раз уж вы заговорили о детях, то как раз вопрос и будет про них Стремитесь ли вы к тому, чтобы и ваши дети участвовали в конкурсах, олимпиадах И радовали вас дипломами и какими-то достижениями? К этому стремится наша школа Поэтому дети участвуют в различных состязаниях, олимпиадах И уже с самого раннего детства Ну, в начальных классах они делают исследовательские, проектные работы Ну, конечно, я это поддерживаю Часто меня спрашивают, нужно ли детям участвовать в конкурсах Я говорю, но ваши же дети участвуют в олимпиадах Это состязательный момент Это действительно умение собраться Очень часто детки умненькие, разумненькие, подготовленные А бац, конкурс, там, не знаю, олимпиада И все знания улетучиваются Вот это про то, как с самого детства научиться самообладанию И, конечно, в этом может помочь только опыт Но если рассматривать дальнейшую судьбу, то кем вы видите? Меня очень часто спрашивают, очень И, вы знаете, я отвечаю всегда и вам отвечу так же Я хочу, чтобы они были счастливыми Вот в любой сфере, которую бы они не выбрали Я им даю базовое, хорошее образование Я даю им знания языков Я даю, ну, стараюсь, да, способствовать Поскольку у нас вся семья математиков Папа кандидат физико-математических наук И закончил матмех Брат закончил военмех Отец детей закончил палитех И, конечно, наша голова больше даже не гуманитарная Техническая Что в этом направлении они, как бы, будут, скорее всего, получать образование Вот Но дальше они должны почувствовать, куда ведет их сердце Я очень хочу, чтобы они обрели любимую профессию Потому что, когда профессия любимая, она в радость Вопрос номер семь Вы поете на разных языках А сколько всего языков вы знаете? Я говорю на... Помимо русского, на двух языках На курдском и английском Тогда, если можно, попросить на курдском сказать Хорошо, там, где есть радиодача Сложный вопрос Я говорил, что сложность увеличивается Спасибо Спасибо большое Как раз К нашему пятнадцатилетию будет идеально Шикарно, да Вопрос вне... А можно я признаюсь в любви радиодачи? Потому что именно 15 лет назад примерно состоялся проект «Фабрика звезд» И моя песня, мой сингл, который был создан в рамках проекта «Любовь красавица» Очень долго, там, несколько месяцев Он лидировал в хит-параде радиодачи Это я помню И он занимал именно верхние строчки, первые места И за вам это... Ой, и вам за это огромное спасибо Мы всегда рады... Представляете, то есть я стояла у истоков Это круто на самом деле Мы всегда рады поддерживать прекрасных, замечательных артистов Вопрос, который рождается из предыдущего На каком языке исполнять песни приятнее для души? То есть на каком языке проще прочувствовать все то, что написано в песне? Ну, безусловно, для меня на русском Все зависит... Вы знаете, у меня же сейчас вот готовится к выходу Этнический альбом И я тоже очень люблю петь на курманжи На курдском языке Это диалект курманжи И когда я исполняю на родном языке То получается немного другой смысл у этих песен Есть слова в курдском языке, которые не переводятся на русский А когда они переводятся, они теряют свою силу Но точно так же для меня родным является русский язык Я родилась в Санкт-Петербурге Я пропитана интеллигентностью этого города И именно там я полюбила такой жанр, как романсы С этой точки зрения я больше знакома петербургской публике А всероссийскую известность я все-таки получила благодаря эстрадным песням Но все эти направления в моем исполнении и в моем репертуаре Грамотно гармонируют И они мне все очень близки Сколько денег должно быть на вашей банковской карточке Чтобы вы смогли осуществить свою заветную мечту? Я могу сказать, что я не знаю, сколько у меня денег на банковской карте И я абсолютно не жалею денег на реализацию каких-то проектов творческих Может быть, мне надо быть более экономной в этом плане Но в данном случае я считаю, что нужно производить хороший, качественный проект Нужно работать с лучшими музыкантами, клипмейкерами Нужно на сцену выходить всегда в красивых рядах Нужно себя держать в форме Потому что это прежде всего уважение к публике А это, конечно, достаточно энергозатратно и финансово затратно Поэтому, когда вам говорят, что артисты зарабатывают большие деньги Они действительно зарабатывают Но никто не говорит, сколько они тратят А тратят очень часто 90% от заработанного Но вернемся все-таки к вопросу И там, на самом деле, главное было не про деньги А про мечту Сколько Заре нужно на ее главную мечту? Ну, я могу сказать, что какие-то глобальные мои желания Они реализованы Но, если я опять скачусь до каких-то таких формальных и приземленных вещей Я хочу сказать, что самая главная статья расхода у меня Это, естественно, моя работа И это образование детей Потому что сейчас дети изучают языки с носителем У них спорт присутствует в жизни У нас частная школа И, конечно, это требует затратности такой серьезной То есть, насколько я понимаю, для вас самая главная мечта Это дети Дети и счастье детей Конечно Вопрос номер 9 Какой самый необычный подарок вы получали? Меня всегда балуют мои поклонники Один из таких запоминающихся Их было два Кстати, они были на моих сольных концертах Когда я пела песню «Ленинград» У меня есть песня «Ленинград» называется Там есть слова Там есть слова «Мама, я возвращаюсь в Ленинград» И вот на этих словах Зал Три тысячи с половиной человек Поднимает сердца И огромные сердца То есть, один из моих поклонников Из моего фан-клуба То есть, он распечатал Три с половиной тысячи листков И сзади листков было написано На какую фразу и в какой песне Они должны поднять эти сердца Естественно, когда они подняли, я петь не могла Я расплакалась Меня так устало Вообще Я была в таком восторге Вот И да, вот такой Безумный подарок Вопрос номер десять Что для вас народная любовь? Когда люди приходят на твои концерты Потому что Здесь они действительно тратят свое время Они покупают билет И поскольку артистов Очень много Концертов, спектаклей Представлений В каждом городе Проходит огромное количество Представляете, из всех Они выбрали вас Это очень круто Ну и сейчас, конечно, цифровые платформы Тоже показатель Скачивают песню Любят ли Перепевают Это тоже здорово Если говорить о цифровых платформах В инстаграме у вас более двух миллионов подписчиков Да Причем Очень многие комментируют И вы отвечаете им Я стараюсь Это вы делаете лично Или это делают специальные люди? Нет, я сама веду инстаграм Не устаете от такого количества И семья И музыка И инстаграм Вы понимаете Инстаграм и другие соцсети Вконтакте Одноклассники И фейсбук Это не какая-то блажь Это часть твоей работы Мы идем в ногу со временем Со временем И это единственная, наверное, площадка То есть соцсети Где вы можете рассказывать О новостях из вашей жизни Из творческой жизни Музыкальными новинками делиться Потому что пресса сейчас неохотно пишет О каких-то музыкальных свершениях Событиях и так далее Им интересно, кто женится Кто разводится Рожает, не рожает Кто в какую влип ситуацию Поэтому подписывайтесь на мой инстаграм И будете узнавать самые лучшие, добрые, прекрасные новости Он у меня очень такой теплый Вопрос номер 11 2 декабря в Государственном Кремлевском дворце Пройдет церемония вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория» А вы ее академик Так Вопрос следующий Какой должна быть песня другого исполнителя Чтобы она проникла в вашу душу? Очень часто мне нравятся песни Далеко не те, которые находятся в вершинах хит-парада Очень часто песни, которые на вершинах хит-парада Недолговечны Вот они какие-то на сезон И все, их уже забыли Должен зацепить текст Музыка И исполнение артиста И также музыкальное оформление Я считаю, что аранжировщики Это тоже авторы и создатели песни Потому что аранжировка может как убить песню Так и сделать из нее шедевр При этом неважно, на какую аудиторию она рассчитана Например, там Моргенштерн какой-нибудь Может ли завоевать ваше сердце? Или это вообще не ваше? Вы знаете, так часто спрашивают Милохин, Моргенштерн, там, не знаю, Карнавал Но прежде всего нужно сказать, что это не певцы Это шоумены А как шоумены, они достаточно успешны Они удерживают свою аудиторию Они в меру ее, значит, шокируют Кстати, эти ребята немало и добрых дел делают Я знаю, что и много занимаются благотворительностью Конечно, по глупости иногда Потому что молодые совершают какие-то ошибки Но действительно не признать их влияние на молодую аудиторию нельзя Потому что и мои ребята периодически их слушают Я не запрещаю Несмотря на тексты туда-сюда Я жду, чтобы они сами этим насытились Потому что когда ты запрещаешь, хочется слушать еще больше Вы сами себе выбираете наряды и их дизайн для концертов? Да Меня часто спрашивают, кто ваш стилист Кто автор сценических костюмов Действительно, когда какие-то такие проекты Как съемки клипа или фотосессии Я пользуюсь услугами стилиста И в основном это мои подруги То есть у меня есть одна Женя И вторая девочка Женя чудесная Они мне помогают, зная мои вкусовые предпочтения А сценические костюмы Сначала мы создавали с мамой Потом мы создавали и до сих пор создаем с моей подругой И Лисо, замечательным дизайнером Многие я покупаю Вообще я к этому отношусь очень серьезно Мне кажется, есть быту и такое мнение Что подругам в выборе одежды Не стоит доверять Да Но я же понимаю, что мне подходит, что мне не подходит Очень часто я отхожу, исхожу Очень часто я исхожу именно от материала Который я должна исполнять на сцене То есть, грубо говоря, сейчас песня безумная Я уже думаю, какое должно быть платье Должно быть безумно красивое Или какая-то танцевальная композиция Или она восточная Или вот она такая Я сразу придумываю У меня в голове рождается образ Это вопрос Блиц Я буду предлагать варианты ответов А вам нужно из них выбрать Давайте Выберите для себя деньги или популярность Популярность Логика или чувство Чувство Париж или Санкт-Петербург Санкт-Петербург Эстрада или благотворительная деятельность Здесь нельзя как-то сравнивать Если бы вы сказали, там эстрада или этника Эстрада или романс Ну, наверное, благотворительная деятельность Но это, понимаете, эстрада – это профессия А благотворительность – это зов сердца Дуэт или сольная карьера? Сольная Это, собственно, все вопросы Блица Но сейчас вернемся Дуэт или сольная карьера? Сольная карьера У вас много дуэтов? Много, да Во втором выпуске шоу Меня партнеры прям любят Совсем недавно появился новый проект на телеканале «Россия» Да, классный, да Расскажите, как это было? Вы же пели на французском языке Да, ну, во-первых, эта песня у меня давно в репертуаре «Вечная любовь» Шарля Азнавура и Мире Матьёс С Мире Матьёс мне посчастливилось вообще быть знакомой И мы с ней дружим Вот, а Шарлем Азнавуром мы пересекались в Каннах Где, кстати, я пела французские песни Из его репертуара он подошел к сцене, что я оплодил То есть, вот как-то меня судьба вообще балует на встречи с такими легендарными, великими людьми Но я была очень рада увидеть своего друга за стеной Марка Тишмана При том, чтобы вы понимали, что мы общаемся с ним постоянно И он мне не сказал, что он участвует в этом шоу В принципе, и я не сказала, потому что это было такое секретное шоу Оно только-только, экспериментальное Но я прям думала, ну с кем же, кто же у нас на французском поет Когда-то пела эту песню Ле Валерьянович И она с ним, я спою И тут поднимается Ну, чтобы вы понимали, что у нас в ушах голос Масяни То есть, там, вот так вот и говорит Непонятно, женщина, мужчина И ты не понимаешь, то есть, ни тембра, ничего Но номер получился действительно великолепным Спасибо Вы большие молодцы Спасибо всем организаторам Вопрос номер 14 Вы сейчас испытываете чувство прекрасное под названием влюбленность? Я постоянно испытываю Влюбленность же, она не обязательно в противоположный пол Влюбленность в жизни В сериал, в книгу В песню, которую ты сейчас презентуешь В будущий альбом, который ты вот сейчас должна выпустить Ты им горишь, ты его любишь Поэтому, мне кажется, без этого чувства Доброго, светлого Вообще сложно жить Но Это все прекрасно Все-таки вопрос в другом Каким должен быть человек Чтобы Зара ощутила бабочек в животе? Или я То есть, из всех вопросов Вы прямо решили здесь сделать такой акцент Это уже 14-й, все сложно Но можно отказаться? Да, по ней я А, можно же заменить, да? Нет, с радиодачи я буду откровенно Можно бесконечно перечислять качество Да, благородный, такой, внимательный Добрый, не знаю, щедрый А вот ты встретишь человека И он родной И он твой И здесь уже он может быть Иметь столько недостатков А он твой и все Вопрос номер 15 Что бы вы хотели изменить в своей жизни? Я бы хотела, чтобы последнего этого года Не было очень тяжело Вот серьезно Я бы хотела Это я Я бы хотела это сделать не только для себя Для всего человечества Спасибо, спасибо Спасибо Это красиво И на этом за финалем Но У нас по традиции есть Специальный раунд Специальный раунд В нем мы проверяем интуицию гостя Вам нужно назвать номер вопроса Который был задан не нами, не мной А мы взяли его из интернета Вы знаете, Илья, вот все вопросы, которые вы мне зачитали Они все очень часто звучат от моих поклонников И сколько языков я знаю И создаю ли я сейчас состояние влюбленности И кем хотят быть мои дети И про детство спрашивают И про костюмы Кто занимается вашим внешним видом Поэтому все эти вопросы могут быть заданы От моих почитателей Но выбрать нужно один Ну давайте про детство Какое было детство? Ну, нет Нет Ну ничего страшного Вопрос был Вы сами себе выбираете наряды и дизайн Ну вот видите, я была близка Да, я была к этому близка На самом деле, неважно угадали вы или нет В любом случае, спасибо за откровение За эти 15 ответов на 15 вопросов Пятнашки, на мой взгляд, сложились Вам от нас маленький подарок Спасибо Это наши фирменные 15 Ясно Илья, а вам спасибо за такую беседу Но вы располагали к откровению Поэтому огромное вам спасибо Спасибо, друзья Это была Зара Прекрасная Зара Слушайте песни в эфире Радио Дача Всем пока и до встречи в эфире Экспресс-шоу Нашки На Радио Дача